Сейчас проедем. Вот так вот выглядит Бостон, когда в него въезжаешь из моей деревни. Я где-то живу 20 минут, полчаса от Бостона. И вот это главный, сейчас будет главный бостонский тоннел, который проходит под всем Бостоном. Вообще под Бостоном несколько тоннелей, чтобы разгрузить верхнее движение, прорыли вот такой хайвейнный тоннель, чтобы можно было быстро проскакивать. Но в часы пика это все равно все забито. Сейчас коронавирус, поэтому как бы все свободно. А так тут тоже можно постоять. Особенно, чтобы когда лето, жарко, и у всех машин двигатели работают, расстояние от машин небольшое, и в тоннеле тоже так становится достаточно жарко. Не очень хорошо справляется вентиляция. Как бы, ну, не критично, но так чувствуется, что потеплее. Вот этот знаменитый Тобин Бридж, то, что набывается, это как одна из таких, одна из визитных карточек Бостона, это вот этот Тобин Бридж. Просто как вот, как сооружение, как-то какое-то такое монументальное штука. Снова всем здравствуйте. Снова всем всех приветствую. Все, кто пришли сюда посмотреть видео по малярке, сейчас будет видео не по малярке, сейчас будет видео такое путешественное, путешественное, покупательское. Ну, вкратце я расскажу. Сегодня у нас какое-то 25 апреля. Все еще, все еще карантин, все еще коронавирус. Мы поехали с супругой сейчас в соседний штат. Будем проезжать Нью-Хэмпшир, потом будем проезжать Вермонт, Вермонти. И меня там интересует одна вещь, чуть попозже расскажу. Сейчас интересно, есть наблюдение уже, ну, какое-то время мы проехали и видел достаточно много ремонтов работ на дорогах. То есть прям почти вся дорога загорождена. И как бы, ну, я считаю, что это правильно. Пока дороги пустые, ну, надо ремонтировать. То есть это они очень правильно, очень грамотно сделали. Что происходит в Америке с коронавирусом? Очень много людей теряют работу. Что-то я знаю, что там за месяц, по-моему, около 35 миллионов потеряло работу. Точную цифру не скажу, вы можете сами это все погуглить. Соответственно, многие, многие люди падают на unemployment. Что такое unemployment? Это пособие по безработице. Сейчас оно платит 600, ой, максимум 800, 800, там чуть-чуть 823 доллара в неделю. И не больше, то есть это максимальные деньги, это максимальные деньги, которые ты можешь получить. Unemployment гасит 50% от твоей зарплаты. То есть, если, допустим, ты получал 1600, вот ты получишь 800. Если ты получал, там, 1000 долларов, ты получишь только 500 долларов. Если ты получал 500 долларов, ты получишь только 250 долларов. 800 – это просто верхний предел. Но... В неделю. А? Да, это в неделю, я сказал. Но, насколько я понимаю, Фед, Федеральный фонд сейчас добавляет еще 600 долларов. То есть, для тех, у кого были зарплаты большие, это как бы, ну, не спасет ничего. А у тех, у которых зарплаты были маленькие, они начнут сейчас больше получать. То есть, они добавляют, Федеральный фонд добавляет всем одинаково по 600 долларов. То есть, если ты получал, допустим, в неделю 500 долларов, Unemployment тебе платит 250 долларов, то есть, половину, и сверху 600 долларов. То есть, ты автоматом получаешь 750 вместо своих 500. 800, 800, 250. 600 плюс 250 – 800, 50. Ну, хорошо, пускай, да. Короче, для многих это, наоборот, бонус, как это, в коммунистических этих самых байках, и последние станут первыми. Ну, вот что-то наподобие. Я продолжаю работать, но я, например, все равно сейчас заморозил, заморозил свои ипотечные, ипотечные выплаты. Ну, простить-то мне их не простят, но я подумал, раз такая ситуация, они как бы всем замораживают легко, я заморозил тоже, что, ну, лишние деньги тоже не помешают, потом с этим разберусь. То есть, несколько месяцев я не буду платить за ипотеку. Они сейчас делают большие скидки на какие-то медицинские билы. Все, что есть и по коронавирусу, то это все как бы бесплатно. Если просто остальные какие-то билы, то они как бы тоже, ну, делают какие-то скидки, какие-то еще чего-то. Вот у меня сейчас тоже есть один бил на, там, на 400 с чем-то долларов, не помню, мне там с коленом кое-что делали. Я позвонил, ну, ругался на них, говорю, как, как вам не стыдно? Мне столько чарджет денег, там, они, ой-ой-ой, да-да-да, давайте мы поговорим, давайте я поговорю там с главным, как-нибудь мы этот вопрос решим. В общем, не знаю, заплачу, не заплачу, удочку кинул, посмотрим, что будет. Не знаю, если интересно, потом расскажу. Что еще происходит? Люди, естественно, боятся будущего, люди боятся будущего, люди не понимают, что, ну, как бы, что произойдет, и люди избавляются от ненужных вещей. То есть, ну, как ненужных, люди избавляются от каких-то игрушек, так скажем. Просвет, сейчас мы будем испарить. Значит, что еще происходит? Какие вещи происходят? Абсолютно не купить этих самых масок, респираторов, вот этих вот. N95 у нас это называется. В России какие-то другие цифры. Уже, по-моему, месяца два я все, я прощелкал, когда можно было купить. Обычно есть там запас какой-то, коробка или две. И я думал, да, и не надо, и черт с ним. И прощелкал, и сейчас вообще там ничего не осталось. У меня там два респиратора на работе осталось. У одного, кстати, такого дальнего-дальнего знакомого умер отец. И я так понимаю, что у него нашли коронавирус. И он приходил, ходил по шопам, пытался купить эти маски, потому что на похороны надо приходить только в масках. И, ну, ему не найти тоже было. Я ему сказал, что, наверное, я для шопа-то не могу больше заказать. В общем, с масками почему-то вот как бы, ну, не хватает. И их не то, что не хватает их не купить. То есть все, все заводы, которые производят маски, они все ориентированы на медицину. Они все ориентированы на медиков. И, ну, обычным людям ничего не достается. То есть в магазины все в масках ходят. Я не знаю, где они купили. Вот я заказывал какие-то такие, обычные какие-то, называется, это фэшн-маска какая-то черная такая. То есть я так понимаю, что она хуже, чем вот эта N95. Но все равно как бы хоть что-то. И они шли мне что-то полтора месяца или что-то такое. Причем, ну, с того же Китая. Не знаю, может быть, там тоже китайец какой-нибудь в них накашлял и отправил на американец. Дефицит масок, дефицит этих средств для, как бы для... Hand sanitizer. Hand sanitizer, да. Для чистки рук. Спиртовые вот эти вот растворы. Резиновые перчатки. Ну, можно купить. Как бы проблемно, но можно купить. Очень большая проблема не купить каких-то железа, не купить гантели, не купить штанг, не купить вот этого эквипмента. Потому что, как бы, все магазины закрыты. Уже очень давно закрыты все спортзалы. В Америке, ну, я не знаю, по-моему, все входят в спортзал. То есть, кто-то вечером, кто-то там с утра, кто как себе выбирает. Но все спортзалы забиты. И здесь они резко стали все закрыты. Люди сидят дома, жиреют. Ну, не все, конечно. То есть, у нас нету таких, как бы, запретов, как в Москве или как в каких-то городах России. То есть, люди все равно там гуляют в парках, там тренируются, бегают по улице. Никто ничего, никого не останавливает. Просто нужно соблюдать расстояние до следующего человека 6 фитов. То есть, это 2 метра. Вот, если ты на расстоянии 2 метров от другого человека, все файн. Ты нормально. Все, всякие какие-то вот такие вот прогулочные. То есть, никто, никто никого дом не забирает. То есть, это какая-то, ну, херня нездоровая, когда там на улице тормозят. Ой, я не говорил это. Так вот, большая проблема стала купить железо, какие-то, какое-то снаряжение для тренировок. Гантели, которые стоили, там, допустим, 100-150 долларов, люди продают за полторы-две тысячи долларов. Это, ну, просто какой-то, какой-то космос. И вот, и мне несколько дней назад просто очень крупно повезло, на фейсбуке есть как бы маркетплейс, где люди, ну, продают с рук всякие вещи, как, как, типа барахолки какой-то, или типа Авито, наверное. И вот там одна, я уже пытался там купить несколько раз, посылал офер, и мне сразу же отписывали, что там, ну, не, мы уже продали, хотя там проходило буквально два часа времени с момента выхода объявления. и одна девушка выложила просто, ну, какой-то небывалый став там скамейку, скамейку с такой подставкой для штанги, штангу, гантели, дополнительные веса, и все это она выставила за 75 долларов. Я так, ой, и объявление 4 минуты на этом самом, 4 минуты назад выстановлено, я сразу же пишу, что давай, я хочу, я прямо вот сегодня заберу. Она мне пишет через полчаса, что, мол, как бы, ты был первый, но мне после этого несколько раз, несколько человек предложили по 100 долларов. Вичис, как бы, для такой штуки там можно было и 200, и 300, как бы, совершенно легко предлагать, то есть, 75 долларов за такие вещи это вообще не деньги. И она мне говорит, что, вот, если ты готов за столько купить, то, как бы, ну, можешь купить, если нет, то я как бы продам второму. Я говорю, нет, нет, конечно, я готов. Ну, и поехал тут же сразу же ночью в соседний город и забрал. Сейчас, сейчас легко уже. Вот. Что, какие еще телодвижения происходят? Значит, многие, многие магазины с машинами закрыты, многие дилеры закрыты, потому что, ну, как бы, там много народа работает, нехорошо, чтобы народ с друг другом сильно общался, люди не покупают машины, соответственно, на машины идут большие скидки, то есть, сейчас очень хорошее время, по идее, продавать машины, ой, покупать машины, если у вас есть какой-то запас денег или что-то, вот там, рисковый, рисковый человек, ну, плохое время продавать машины, потому что они сейчас дешевле, ну, все, все, все затягивают пояса, что еще происходит, все люди пытаются избавиться от каких-то ненужных игрушек, то есть, вот у меня у приятеля была какая-то там, допустим, дрифтовая машина, две точнее, и вот он одну из них продал, потом, ну, какие-то вещи, которые, скажем так, не первой необходимости, без чего можно легко прожить, и мне всю жизнь нравились пару машин, как бы мне, в принципе, нравятся мускулкары, ну, вот особенно мне нравятся пантиаки с 70-го по 73-го года, Firebird или Transem или Formula 4-5-5, и Camaro тоже этих же, этого же года, 70 по 72, это был, у них был один и тот же дизайнер, кузова немножко похожи, и вот выскочила одна машина в интернете, и решил я ее поехать посмотреть, если что-то сейчас там получится у меня, если я договорюсь, если мне машина понравится, то я вам про нее расскажу. Хотел вам показать одну удобную фичу вот в машине, чего-нибудь в пантиаке, когда далеко ездишь, на самом деле очень помогает, ну, то есть, сейчас, наверное, уже в каждой машине практически есть этот самый круиз-контроль, но здесь вот мне нравится можно регулировать расстояние автоматически до машины, то есть, дальше, дальше, ближе, насколько ты можешь приблизиться, вот я сейчас сделал по, это самое, поближе, она побыстрее поехала, сейчас сделал там подальше, она чуть, больше, чуть подальше отпустила машину, и, грубо говоря, едешь, едешь, отдыхаешь, не автопилот, но, ну, все равно, хорошо, только рулем надо двигать, ногами ничего не надо делать, еще хотел одну хитрость сказать, ну, как, не то, что хитрость, наверняка, многие это используют, меня один белорус научил, один врач, когда я просто, ну, езжу, как бы, сам педали нажимаю, то, как бы, ну, я там езжу побыстрее, когда я хочу отдохнуть, и еду на круиз-контроле, вот, я здесь выставляю, у меня сейчас стоит 79 миль в час, то есть, здесь разрешено 70, если ты превышаешь больше, чем на 10 миль, то это штраф, вот, я ставлю, как бы, на одну милю меньше, ну, и, как бы, то есть, вроде как, не нарушаешь, и вроде как, не должны останавливаться, то есть, я даю этот запас в 10 миль, и на одну миль убавляю, и так, наверное, такой вот круизной скорости, ехал, по при 겁ечению, без песней этой, хочу по саду, кочу, кочу, куда? кочу, кочу, ahaq aha' тобой Вот такая машина Это Pontiac Pontiac Firebird С 455 двигателем Резину он, конечно, шлифует Здесь, по идее, должно быть С завода они занижали Как бы лошадиные силы По идее, здесь должно быть 370 Это то, что они, как бы Говорили при продаже Как они рекламентировали Вот я проехал Ну, как бы, ну, наверное, ездите Где-то 5-6 секунд Ну, как-то, не знаю, такая она Как балалайка Вот теперь сомневаюсь Покупать ее или не покупать Такая внутри Старый-старый Всем привет Получилось такое у меня Это немножко разбитое видео Значит, сначала я снимал Где-то неделю-полторы назад И вот только сейчас руки дошли Как бы записать это видео Не купил я, в общем, эту машину Перед прошлыми выходными Где-то дня за два, наверное, до выходных Как эта машина вышла У меня уже, как бы, руки начались трястись Я давно гоняюсь за подобной машиной И, ну, очень хотел ее купить Я прям был уверен и судить за описание Судить за того, как я поговорил с человеком Как бы дистанционно По онлайну, по мессенджеру Я был уверен, что я ее куплю Просто там на 95% Ну, нет, не купил Сейчас я расскажу, в чем дело И сделаю, как бы, решил я сделать Такой небольшой ликбез По вот этим вот машинам То есть многим-многим нравится Мускулокары Я объясню, что это и с чем это едят Значит, прежде всего машины Такие машины ценятся в оригинале Когда максимально запчастей остались оригинальны Когда минимально там ее эксплуатировали Когда матчуются Когда совпадают все номера там кузова, двигателя Совпадают с этим самым, с тайтлом С ПТСом Тогда эти машины очень дорого стоят Если вы хотите искать машину в оригинале То это, ну, полтинник и выше Некоторые хорошие экземпляры доходят до 200 Я не имею в виду именно, как бы, вот этот понтяк Я имею в виду, как бы, вообще, вот эти вот Старые мускулкары Значит, какие машины особенно ценятся? Особенно ценятся примерно с 67 по 72 год Это вот такое, как бы, золотое время мускулкаров В 73-м начали вводить экологические нормы И страховые компании начали душить деньгами, скажем так То есть, если у тебя мощная машина, мощный двигатель Много лошадиных сил То ты должен был платить очень большие гонорары В эти страховые компании И основная масса производителей Стала душить двигатели Выпускать их более маленькие Ну, как бы, как-то бороться с производительностью Кроме понтяка Путяк забивал на это еще там год или два Какие нормы? Какая экология? Вот, то есть Машины где-то с 67 по 67, 68 по 72 год В случае понтяка, наверное, по 73 год Они будут, как бы, ну, на рубль дороже Они будут, ну, гораздо более цениться Чем последующие, там, 70-х, 80-х То есть, там есть тоже очень хорошие, очень красивые машины Но вот этот, как бы, такой, как бы, золотой пласт Который всегда будет в цене Что тут еще можно сказать Все вот эти вот двигатели называются По цифрам, там, 400-й двигатель 455-й двигатель 350-й двигатель Там у Куды был 422-й 440-й Самый топовый у Дастера, по-моему Как-то так, в общем Самые популярные вот эти вот первые три 400-й, 455-й и 350-й Что это значит? Всего-навсего это Кьюбик инчи То есть, инчи это то же самое, что дюйм Я не знаю, кто из русских придумал Называть инчи дюймами Правильно, инчи Вот это 455-й кубических инчей То есть, именно вот на этом Firebird Было 7,5-литровый двигатель Это самое большое, что, в принципе, делали Самое мощное Его, естественно, еще можно Раскачегарить там И до 1000, наверное Значит 400-й двигатель Это где-то 6,4 литра Примерно, или 6,5 И 350-й двигатель Это примерно 5,7 литра Все комары Ну, не все комары Большинство комар Вот они шли, допустим С 350-м двигателем Вот Начиная от этого Это уже идет моща Все более маленькие Там 300, 302, 320 Люди их не любят Там и как бы смотреть нечего Неинтересные абсолютно двигатели Ну, как бы не то, что неинтересные двигатели Ну, люди предпочитают Ну, жир покупать Еще среди них Среди таких машин Ценятся, естественно Самые Самые топовые комплектации То есть Если, допустим Если это Пантеак Если это У Пантеака Самый жирный был ГТО Если это ГТО Ты хочешь ГТО Джордж Если это Файерберт Если это Пантеак Файерберт Значит Ты хочешь Или Формула Или лучше Транс М Если это Камара Ты, естественно Хочешь СС И Там их тоже Несколько других Каких-то выпускали Ну, там Не помню Значит Что происходило Именно с этой машиной Цена на нее Была всего лишь Десять тысяч Чувак Мне прислал видео Я просто Ну, не поверил Газам Как сказать За десять тысяч Такую штуку Такую штуку Ну, просто Класс И В том кузове Который я искал И двигатель Самый большой Которому там Ну, тоже Много Много Что можно сделать Ну, и решил Ехать Естественно Смотреть До Вермонта Ехать Четыре часа До того места Именно Где Где была машина Где-то час Я там провел И Четыре часа Обратно Хотел я Поснимать Побольше машину Там Поснимать Как там Она там Шлифует резину Там Чего-нибудь Там Жопой Повилять Но Честно говоря Был просто Больше Сосредоточен На том Нужна ли мне Такая машина Или нет Десять тысяч Очень Очень сладкая Цена Но Замораживать Их тоже Как бы Не хочется Я все-таки За то Чтобы Любые деньги Работали То есть Если у вас Есть какие-то Лишние деньги Лучше Вложить В акции Купить Там Хотя бы В долю Какую-то Недвижимость Положить Там На какой-то Бизнес Или Там Сделать Еще Там Какой-то Купи Продай То есть Я не Поклонник Того Чтобы Замораживать Деньги Но Как бы О себе Тоже Нужно Думать Себе Тоже Нужно Покупать Какие-то Игрушки И Вот Я Решил Проверить Подойдет Ли мне Именно Вот Эта Игрушка Что Было Не так С Этой Машиной Об Об Этой Я Узнал Как бы Из Дома Когда Разговаривал С С Владельцем Я Искал Пантиак Firebird С 70 По 73 Год Это Был Пантиак 77 Смысл В том Что У них Практически Одинаковый Кузов Немножко Немножко Другое Заднее Стекло И Немножко Другие Задние Фонари Вичис Для Меня Вообще Ну Абсолютно Пофиг У них Была Абсолютно Разная Морда Но Эти Морды Можно Переставить Что Он И Сделал То Он Сделал Вид 70 Так Как Пантиаки Выглядели Так Как Firebird Выглядели 70 Он Взял Морду 70 И Поставил На Firebird 77 Плюс По Документам Это Был Просто Firebird А Машина Уже У него Именно Была В обвесе То У него Был Полностью Капот Эти Самые Крылья Весь Обвес Всякие Там Брызговики Были С Trans M Trans M Это Топовая Вариация Самая Жирная То Есть По Документам У тебя Идет Firebird А Видишь Ты Trans M Кому Какая Разница Что Там Документ Если Тебе Надо Чтобы Совпадало Все По Документам Это Машины От 50 И Выше Такие Варианты Тут С чем То Приходится Мириться Что Еще Не Так Было Двигатель Был Неродной Двигатель Был От Бьюика 72 Года Но Это Все Равно Был Точно Точно Такой Ж Двигатель Просто От Другой Машины Те же Поставлены Firebird Меня Все Эти Нюансы Абсолютно Устраивали Я Покупал Я Хотел Купить Именно Саму Вот Эту Машину Мне Все Равно Что Написано В Документах Мне Все Равно На Как Сказать Вот Эти Нюансы Мне Именно Нравилось Как Это Выглядит Мне Нравилось Как Это Чтобы Это Ездило Там И Так Далее Поэтому Как Бо Я Поехал Смотреть Наивно Полагая Что Как Бо За Десятку Можно Что Классно Отхватить Ну То Есть Как Бо Можно Отхватить Но Видимо Это Был Не Этот Случай Машину Реставрировали 5 Лет Назад И Кузов На Сам Дель Крепкий Там Днище Там Все Хорошо Но Все Равно Где То Там Полезли Где То Жучки Шпакло Треснуло Где То Как Бо Жучки А Такие Ну Как Бо Прям Нормальные Там Уже Как Бо Такие Капли Плюс Опять Этот Резиновый Бампер Который Тоже Полностью Отфигачен Тоже Его Надо Как Бо Делать То Есть Но Кузовщина Меня Естественно Не Ну Как Бо Не Пугает Ну Ладно Сделал Бо Ничего Не Сразу Ну Попозже Бо Сделал Салон Салон Тоже Весь Хлипкий Весь Старый Все Это Как Бо Там Такое Псение Что Невозможно Устранить Все Эти Жуки То То Все Ты Едешь И И И И По Каждая Панель По Отдельности Все Вытаскивать Как То Ставить Шум Что То 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 Это Тоже Очень Большая Работа И Ну Естественно Запчастей Каких-то По Салону Тоже Не Так Легко Найти Огромный Минус Не Работает Кондиционер И В принципе Не Работает Вот Эта Вот Воздуходувка То Есть Там Еле 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 Что То Надо С Этой Печкой Делать Как Ее Видимо Делали Бодивор Как Ее Видимо Шкурили Шпаклевали Видимо Эта Пыль Где-то Осталась Там Под коврами В ковре Все Это Пахнет Еще Оказалось Что Как бы Он мне Не Сказал Я Потом Полы Потрогал И Полы Оказались Мокрые Если У него Мокрые Полы То Это Скорее Сего Титоп Течет То Титоп Это Стеклянные Кусочки Крыши Откуда Воды Взяться Двигатель То Что Он Мне Прислал Фотографии Ну Как бы Казалось Ну Просто Грязный 455 Что Там Такого Когда Я Приехал Начал Смотреть Там Вот Эта Часть Где Алтинейтор Где Кондиционер Вот Эти Ролики Они Похожи На Круасан То Можно Корочку Ржавую Снять Я бы Прикидывал Она Заводится Она Едет Но Опять По Подвеске Ну Очень Жесткая Подвеска То Есть Вот Ну Прям Каждый Маленький Камешек Это Прямо Такой Хороший Удар По Кузову На 40 Ешь Нормально На 60 Милях В Час Руль Держишь Ровно Она На Пол Метра Вправо Там Еще Какая Там Кочка На Пол Метра В Другую Сторону То Она Просто Ну Опасно Ездить И Я подумал Что у меня Дан Какой-то Ну Более Простой Более Легкий Вариант Даже Если Там Мне Работать Там По Часику По Два В день Это Займет Очень 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 Много Времени Которого У меня Просто Ну Абсолютно Нету Поэтому Как Я Прям Чуть Ли Там Не Знаю Меня Отдергивать Надо Было От Нее Но Я Все Таки Решил Не Покупать Решил Включить Голову И Не Покупать Вот Как То Так Вот Такое Путешествие Просрал День Но Зато Как Б Получил Какие Впечатления А Кстати Кстати Говоря Говорил Раньше Вот Видео Про То Что Мне Прислали Там Счет Там На 400 500 Долларов За Колено Это Мне Прислали Оплатить Вот Такой Браслет На Это Самое На Нагу Но Я Его Сторговал То Как Получилось Я Сначала Не Понял Что Это За Счет Там Было Написано Что Какой Медицинский Девайс Я Начал Разбирать Вот Это Вот Это Он И Смысл В том Что Ну Китайцы Ну За Сколько Его Делать Ну Долларов За 10 Наверное Здесь На Интернете Вы Можете Это Найти Там За 150 200 Долларов Они Продают Вот Этот Госпиталь Его Продал За 875 Долларов Ну И Страховая Типа Погасила Половину И Половину Как Б Дала Мне Оплатить Что Естественно Как Б Мне Не Понравилось Я Два Раза Пытался Поговорить С ними По Телефону По Телефону Как То Они Там Говорили О Какой Ужас Мы Все Исправим Но Естественно Ничего Не Согласились Что Нельзя Так Поступать С людьми И Убрали У меня Этот Счет Ну Вот И Все Пожалуй На Сегодня Все Спасибо Что Смотрели Увидимся